Мы хотели сделать фильм о новом миропорядке, о новой шкале ценностей, о том, что происходит с нами, о том, какой мир мы унаследовали от наших отцов и какой оставим нашим детям. А для этого надо смотреть и думать, слушать и анализировать. Только тогда выводы не окажутся ложными. Владимир Владимирович, война будет. Вы имеете в виду глобальную войну? В мире существуют ценности, которые простираются от страны к стране. Они в каждой религии, цвете, форме, поле. Мир бесконечно таинственный, бесконечно глубокий. Но тот, кто называет современное общественное устройство идеальным, должно быть циник. Сегодняшний мир совсем несправедлив. Сделать мир справедливым – это единственная политическая амбиция. Так как уйти Степаны, это будет зависеть от конкретных решений конкретных людей. Положение дел более чем опасное. Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию. Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили? Нью-Йорк. Генеральный ассамблеон. Вы выходите на трибуну в не самой дружественной обстановке. До вас уже выступал президент Соединенных Штатов. Я не знаю, знали вы, что уже успел сказать Обама или нет. Честно говоря, нет. Я не успел. Я же только приехал. И вы говорите им в лицо. Вы хоть понимаете, что вы натворили? Я не им уговорил в лицо. Не ему? Им. Вы знаете, я же со многими лидерами общался. И европейскими, и американскими. И не один год. И когда начинались разные операции, например, в Афганистане или в Ираке, или потом в Ливии, у меня всегда была позиция, которая заключалась в том, что действовать нужно аккуратно. Нельзя свои собственные схемы и представления о добре и зле, а в данном случае о добре и о демократии, перекладывать автоматически, просто механически на другие страны и народы, с другой культурой, с другой религией, с другими традициями. Но, откровенно говоря, никто же не слушает. Почему? Потому что считают себя, видимо, непогрешимыми, великими, но и ответственности ведь нет никакой. Ситуация в Сирии. Сирия сегодня является худшим бедствием в мире в отношении нарушения прав человека. Население Сирии составляет около 23 миллионов человек. И почти половина этого населения стали беженцами или просто убитые. Так что половина страны уже уничтожена. Джулиан Ассандж. На собственном сайте Викиликса публиковал тысячи страниц дипломатической переписки, проливающей свет как на военные преступления США в Ираке, так и на подготовку дестабилизации обстановки в Сирии. На протяжении трех лет не может покинуть посольство Эквадора в Лондоне, в котором скрывается от обвинений, вызывающих сомнений во всем мире. Еще не так давно его имя стало бы легендой журналистики. Сейчас он политический узник современного миропорядка. И мы в нашей сети выкладывали доказательства, что стратегией США по меньшей мере с 2006 года была попытка свержения правительства Ассада. И осуществляют они эту цель, не только усугубляя обоснованные недовольства внутри страны, касаемые демократии и прав человека, но и провоцируя правительство Ассада на слишком острой реакции. Это конкретные слова из сообщений, способствуя росту напряженности между суннитами и шиитами. Весь мусульманский мир был колонизирован за 200 лет до Второй мировой войны. Может быть, все, кроме Турции. Весь мусульманский мир. Когда мы обрели независимость, мы были бедным, неграмотным, отсталым народом. И религия была единственной опорой для неграмотных, отсталых масс. Первес Мушараф, один из плеяды союзников США. Прежде всего, я приехал поздравить президента Буша с его победой на выборах. Дружба между США и Пакистаном является жизненно необходимой для обеспечения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Генерал Мушараф захватил власть в результате переворота. Правил в Пакистане жесткой рукой. Его судьба, как по кальке, повторяет путь многих преданных Вашингтону правителей Востока. Как только проводимое имя политика становится слишком независимой, США бросает их на произвол судьбы. Мушараф лишился власти и скрылся от судебного преследования в Лондоне. И только недавно смог снова вернуться в Карачи. Пережил многочисленные покушения исламистов, несмотря на это, выработал собственную мирную стратегию развития исламского мира. Стратегия касалась мусульманского мира. Мы отказываемся от экстремизма и терроризма, вступаем на путь социального развития и просим мир помочь нам, мусульманскому миру, одному из самых отсталых, необразованных миров, помочь в социально-экономическом развитии. Но мы требуем, чтобы Запад с другой стороны решил политические вопросы, касающиеся мусульманского мира. В декабре 2011 года мы опубликовали довольно значимый документ, в котором была освещена встреча представителей ВВС США, Франции, Великобритании и представителей Стратфор. Это частный подрядчик американской разведки. Они обсуждали, как обстоят дела, кто и что делает в Сирии. Говорили, что там уже действуют тайные агенты, способствующие организации убийств. Но им еще нужны общественное возмущение, кровопролитие, чтобы был существенный повод для вторжения и атаки сил противовоздушной обороны Сирии. По Сирии мы применили четыре вета, ну, собственно, по политическим аспектам сирийского кризиса. Трижды применяли вето вместе с Китаем. Мы говорили, что, друзья, Совет Безопасности не должен втягиваться в смену режима. Но есть поставщики оружия, компании, которые близки к Саудовской Аравии, Турции и Катару. Такие учреждения, как ЦРУ, военно-воздушные силы и так далее. Они стремятся укрепиться, оправдать свои бюджеты путем вторжения в Сирию. В Сирии до военных действий мы жили хорошо и в достатке. А кто говорит иначе, тот попросту врет. Зарплаты хватало, все было дешево. Обычная нормальная жизнь. Когда пришли террористы, жизнь стала хуже некуда. Ситуация в Сирии, безусловно, связана с грубейшими нарушениями международного права, установленного уставом ООН еще в Сан-Франциско, 70 лет назад, на принципах Ялты. Это была встреча союзников, но союзников, которые, скорее, были склонны показывать друг другу зубы за кулисами. И не случайно, если мы вспомним, Сталин ночевал во время Ялты в Юсуповском дворце, который как раз был между местом, где жил Черчилль и Рузвельт. С тем, чтобы быть свидетелем каких-то сепаратных передвижений, если бы те вздумали друг к другу приехать и решить что-то обсуждать против России, против Советского Союза тогда. То есть доверяй, но проверяй было всегда. И в любом случае, то, что возникло после Ялты, не было рассчитано на однополярность. Суть вот этого мироустройства заключалась в том, что мир поделен на два лагеря, два блока, две системы, которые находятся в очень сложных, комплексных отношениях друг с другом, но в целом друг к другу уравновешивают. А с какого момента это началось? С какого момента ялтинская конструкция мира стала давать трещины? Я думаю, после прекращения существования Советского Союза. Ведь вы были свидетелем падения стены. Вы тогда работали в герой. Я уже вернулся в Союз, я уже уехал до того, как стена рухнула. Но дело не в стене. Дело в том, что ялтинская конференция, она зафиксировала реальную расстановку сил на тот момент времени, в 1945 году. И страны-победительницы, они и выстроили такую систему, которая соответствовала тогда раскладу сил политически. С тех пор многое изменилось. Появилось ядерное оружие, существенный фактор в мировых делах. оно распространилось на некоторые другие страны. Подросли новые гиганты, такие как Индия, Китай. Ушел с политической сцены Советский Союз. И биполярная система, она как бы раз и рухнула. Не как бы, она рухнула. И вот нашим партнерам подумать о том, что нужно воспользоваться этой ситуацией и стать моральными лидерами вновь складывающихся мировых отношений. Но они продолжали действовать и думать по старинке. Клише, остались в голове клише холодной войны. Разве мораль лежала в основе ялтинской договоренности? Ведь мы наивно думали, что они моральны, они всего лишь боялись нашей силы. Нет, нет, я с этим не согласен. Я думаю, что в основе ялтинской конференции договоренности в Ялте лежали вообще никакие не моральные ценности, а прежде всего соображения реального соотношения сил и опыт предыдущих десятилетий, в том числе и печальный опыт так называемой Лиги наций, которая была создана для регулирования отношений между государствами после Первой мировой войны. Но она достаточно быстро прекратила существование, по сути. Почему? Потому что у нее не было инструмента, который мог бы быть использован для предотвращения конфликтов. Была предложена новая концепция организации объединенных наций и Совета безопасности ООН. В первую очередь. В первую очередь. И глава 7, в которой прописана возможность применения силы против государственно нарушающих миропорядок. Но там же было и прописано, что это возможно только с единогласного решения членов Совета безопасности. А постоянные члены Совета безопасности имеют право вето. О чем это говорят? О том, что нельзя принимать вот таких жестких решений в отношении кого бы это ни было, если нет полного консенсуса, полного согласия по этому вопросу. Это вот эта ключевая вещь во всей современной системе международного права. «Мы, говорю о Югославии, стали первой жертвой новоустановленного порядка, о котором мы ничего не знали, хотя кто-то в ускоренном режиме его создавал». В 1992 году Джордж Буш-старший сказал, что все республики бывшей Югославии смогут установить дипломатические отношения с США только после их выхода из Югославии. Достаточно кампании в несколько месяцев, чтобы все граждане этой страны сами захотели ее распада. Это была страна со своим флагом, олимпийской сборной, горами, морем. Распад Югославии для меня был величайшей несправедливостью. Страну бомбили 78 дней, бомбили все крупные города, военные и гражданские объекты. В операции принимали участие 14 стран НАТО, 1200 самолетов, 3 авианосца, 6 ударных подводных лодок, 2 крейсера, 7 эсминцев, 13 фрегатов, 4 десантных корабля, 60 тысяч натовских военных участвовали в уничтожении Югославии. В наше время, когда одна большая страна нападает на маленькую, она всегда говорит, что поступает так во имя справедливости и морали, во имя высших целей, как я уже говорил, в интересах демократии, только чтобы помочь другому народу жить лучше. Все это было против устава ООН. У нас не было права начинать войну. Заседание Совета Безопасности по Балканам без участия Союзной Республики Югославии теряет практический смысл, поскольку от обсуждения проблем урегулирования отстраняется одна из ключевых сторон, оказывающих реальное воздействие на развитие событий в этом регионе. Я благодарю вас. Мы вышли из ситуации опустошенными. Весь мир вышел из ситуации опустошенными. Мы, сербы, сталкивались с проблемой беженцев и знаем, как тяжело им приходится. Мой отец родился в Сербии. Он из семьи беженцев. Он сам беженец. Беженцы имеют и желание и надежду. Желание их с верой забыть кровавое прошлое. А надежда? Я надеюсь, что моя дорогая жена и я, и сын будем пить утренний кофе, огражденный самым красивым цветом в мире, цветом стен нашего дома. война в Югославии показала все стороны исчерпанности нашей цивилизации, которая уже не христианская, не мусульманская, не даже атеистическая, в которой не осталось больше никаких принципов, никаких идеалов. Наша страна великая страна, имеющая много замечательных вещей. Я люблю ее, и это моя родина. Я люблю ее, как я люблю свою мать, но я и ненавижу свою мать. У меня было много разногласий с ней в прошлом. Она уже умерла, но моя мать всегда будет со мной, как будет моя страна. Я был молодым, я служил в своей стране, я был дважды ранен, я сражался, я верил в то, что мы делали, и много лет прошло, прежде чем я понял, жестокость войны была ужасной. И это изменило американское общество к худшему. Беспечность стала последствием того, что произошло во время той войны. Вьетнам. Мы в Афганистане. Значит, не всегда срабатывало. Не надо здесь путать нас с Вьетнамом, нас с Афганистаном и с Вьетнамом. Мы были в Афганистане все-таки по просьбе афганского действующего правительства и президента. Это большая разница. Нужно ли было нам ввязываться так, как мы ввязались в афганские события? Это другой вопрос. Это еще надо подумать. Здесь тоже не все однозначно. Понимаете? Тоже нельзя сказать, что правильно это было, неправильно. То, что ошибок было куча надел, это точно. Но вот само решение, оно правильное или неправильное? Это еще надо внимательно посмотреть. С чем сравнивать ошибки? Если сравнивать с вьетнамской компанией и американской, у нас как раз ошибок-то было немного. Думаю, да. Но то, что в целом афганская компания, если так можно назвать, была ошибкой Советского Совета, это очевидно. Но американцы из вьетнамского опыта, тем не менее, не перестали вмешиваться во все международные дела. А мы в течение долгого времени боимся, хотя наш опыт гораздо более позитивный. Мы не боимся. Мы просто ведем себя более сдержанно и если что-то и делаем, то максимально стараемся себя обезопасить от возможных негативных последствий. А они не думают об этом. Они великие, сидят за океаном. Доллар, мировая валюта, самая крупная экономика в мире. Ну, операцию делают, делают, а опять не получилось. Ну, следующий. Между 91-м годом и 2001-м было впечатление, что, да, мир под управлением Соединенных Штатов возник и укрепляется. Теракты 11 сентября абсолютно потрясли Америку. Это потрясение Америка, как крупная нация, естественно, должна была как-то переварить и как-то на него ответить. Я вас слышу, я вас слышу, весь мир слышит вас. И люди, которые атаковали эти здания, скоро всех вас услышат. Началом для меня послужило напряжение, которое возрастало в Ираке и ухудшение отношений между США и режимом Саддама Хусейна. Военная интервенция со стороны США была очень вероятна. В 2002-2003 мы работали плечо к плечу с Россией и Германией, чтобы не допустить американского военного вмешательства в Ирак. Мы с Францией, с Германией, с подавляющим, хочу это подчеркнуть, числом участников международного сообщества полагаем, что проблема Ирака может и должна быть решена дипломатическими средствами. Мои сограждане, на данный момент американские коалиционные силы начинают военную операцию по разоружению Ирака для освобождения народа и защиты мира от смертельной опасности. В ночь на 20 марта 2003 года от Рождества Христова или 1424 года по исламскому календарю Я был потрясен, когда мы вернулись в Ирак. Америка не выучила урок войны во Вьетнаме, который гласит, вы не должны вторгаться в другие страны. В какой-то момент мы потеряли веру в международное право. Британцы и американцы снова вторглись в Ирак и снова без согласия ООН. О чем говорили палачи и жертвы в последние минуты неизвестно. На кадрах нет звука. Подготовка к казни снята цинично и подробно. И хорошо видно, что Саддам Хусейн оставался спокойным, даже когда на шею ему надели черный платок. Хотя, безусловно, понимал, что произойдет через минуту. Понимал прежде всего потому, что сам был кровавым и жестоким диктатором, однако оказалось, что судьи мало чем отличаются от обвиняемого. Почему не было расследования убийства Саддама Хусейна? Арабский лидер был казнен через повешение, а мы сидим в стороне. Почему? Кто-то из вас будет следующим. мы пришли, мы увидели, он мертв. была ли ливийская арабская джамахерия тиранией? Очень трудно сказать. Относительно. Весьма относительно. Были ли там элементы демократии? Конечно, были. Конечно, были. Лучше ли то, что было при Каддафе, чем то, что и сейчас? Однозначно лучше. Несравнимо лучше. Поэтому, если вот называть вещи своими именами, задавать себе вопросы и потом честно на них отвечать, то получается, что вот это как у машины, двигатель идет в разнос, что происходит что-то неправильное. 91-й год, 93-й год, без разрешения Совбез ООН, они разбираются с Ираком, они находят свои методы, им все сходит с рук. Я же сказал, безнаказанность, это одна из причин крайне неаккуратного поведения на международной арене, потому что отвечать-то перед кем? Самая крупная, самая мощная держава в экономическом, военном отношении. Поэтому возникает соблазн действовать в обход или объявлять сложившуюся структуру международных отношений, устаревшей. А в основе современной архитектуры международных отношений, конечно, лежит устав организации объединенных наций. Вот это фундамент, база современного публичного международного права. Но выполняется только, когда есть, по крайней мере, две силы. И вот, когда мы вернулись как силы, стало ясно, что можно опять говорить о роли Совбеза и о роли организации объединенных наций. Ну, не всегда, Володя, я бы не стал здесь полемически все это заострять. Конечно, возникают, часто очень возникают спорные моменты, когда интересы государств сталкиваются или искусственно сталкиваются или по объективным обстоятельствам. И в результате этого столкновения можно прийти к нарушению устава ООН. Но иногда все-таки они совпадают. по вопросам распространения оружия массового уничтожения. У нас здесь и с европейцами, с американцами, с китайскими нашими друзьями все-таки консенсус полный. Никто не хочет расширения числа стран, обладающих ядерным оружием. Мы видим, что это опасность для международного мира и безопасности. Однако сейчас уже в Германии собираются поставлять Соединенные Штаты Америки свои самолеты, которые будут оснащены ракетами с ядерным оружием. Тактическое ядерное оружие Соединенных Штатов Америки всегда после Второй мировой войны, после того, как Америка стала ядерной державой, всегда там находилась. Сейчас они просто обновляют. Никакой навизны здесь нет. Но это, конечно, опасная вещь. Почему? Потому что наше тактическое ядерное оружие, оно не носит в отношении США стратегического характера. Оно достигает их территории. А тактическое ядерное оружие Соединенных Штатов и Европе достигает, может достигать нашей территории. И в этом смысле оно для нас носит стратегический характер и представляет большую для нас угрозу, чем наше тактическое ядерное оружие. Для них. Я не знаю Путина, но уверен, что его политика является самой смелой из всех российских политик. Путин действительно закрыл военную базу на Кубе. Он закрыл военную базу в Северной Корее. Он разобрался с двумя, тремя или четырьмя проблемами, которые, по его мнению, вызывали наибольшие трения в отношениях России и Америки. Он проявил инициативу. А Соединенные Штаты это империя военных баз. У США более 1400 военных баз, которые разбросаны по всему миру. Более чем в 120 странах. У России всего 12 баз. И в основном они расположены на южной границе в очень маленьких государствах. Так что на сегодняшний день баланса еще нет. К примеру, вся эта эскалация с расширением НАТО на восток, то, что сейчас даже вооруженные силы Германии отправляют туда своих бойцов, что США проводят маневры практически у границ России, это все очень опасные вещи и могут происходить только с запроса восточноевропейских стран. Своими заявлениями о том, что они чувствуют угрозу, балтийские страны по сути легитимизируют этот процесс. Хотя ни один разумный человек в этом мире не поверит, что Россия нападет на балтийские страны. Я наблюдал рост национальной безопасности американского государства в глобальном масштабе. Я понял, что государство стремится управлять экономикой мира, чтобы контролировать поток идей, а также денег и товара. Мы начинаем войны. Нам нравится идея войны. В мире нет более важной задачи, чем установление мира. Нам его не хватает. Нам необходимо откатить все назад и вспомнить, что мы связаны уставом ООН. Все мы. Одно из самых таких важных решений, которые принимала организация с далеко идущими последствиями вскоре после своего создания, это было решение в 1947 году о разделе Палестины, о создании двух государств. И, конечно же, вряд ли подозревали, что, принимая такое, казалось бы, необходимое решение, закладывали такую мину долгоиграющую. Никто не сможет меня заставить сдаться. Мне даже неприятно повторять это слово. Я здесь для того, чтобы драться и чтобы побеждать. У нас был тяжелый мир, потому что палестинцы были разделены. У них было две группы. Одна продолжала террористическую деятельность, вторая отвергала ее и желала переговоров. Я пришел сюда с оливковой ветвью в одной руке и оружием революции в другой. Не дайте оливковой ветви выпасть из моей руки. Не дайте оливковой ветви выпасть из моей руки. Не дайте оливковой ветви выпасть из моей руки. С ранних лет я думаю, если мы готовы прощать себя, почему бы нам не прощать и других? Мир – это диалог. Это незаконченный мир. Незаконченный. Что не удается? Почему никак не удается найти вот этот рецепт мирового порядка? Как я уже говорил, вот эти рудименты холодной войны и прошлого, вот они не дают двигаться вперед активно. Ведь Европа была увеличена, расширилась за счет восточноевропейских стран, которые с огромным подозрением всегда относились в последние десятилетия, во всяком случае, к Советскому Союзу. И это переложили на современную Россию. Я слышал даже от некоторых лидеров западноевропейских стран, когда мы дискутировали по некоторым вопросам, они мне говорили, ага, ну вот вы-то в отношении нас делали вот то-то, тот. Я говорю, мы никогда не делали. Советский Союз сделал. У них, понимаете, у них до сих пор связаны клише. – Одного суток. – Да, они считают, что мы Советский Союз. Это не так. Они либо не могут этого понять, либо не хотят этого понять, потому что так выгодно. Во многих восточноевропейских странах антироссийская пропаганда и политика стала фактором внутриполитической борьбы. И просто используют для того, чтобы прийти к власти, закрепиться во власти. И раздувают эти настроения, что очень вредно и контрпродуктивно. Плюс получается, как интересно, что после распада Советского Союза все те, кто не мог защититься, их заставляли распадаться на все более мелкие части. То есть, как будто стирают в пыль. – Удобно. Это еще ведь со времен Римской империи проводилась такая политика. Разделяя власть, то надо делить, делить, делить на маленькие части. Ими легче управлять. И достаточно, как выяснилось, достаточно просто проводить такую политику, потому что всегда можно найти, особенно в странах, не устроенных с экономической и социальной точки зрения, найти тех, кто готов поддержать этот сепаратизм и постоянный раздел и раскол. Причем на соответствующих территориях. Я не считаю правильным принимать еще какие-то слабые страны в Евросоюз, потому что вступление в еврозону этим странам ничем не поможет. Украина, к примеру, если она когда-то вступила бы в Евросоюз, хотя я не думаю, что кто-то всерьез это планирует, не думаю, что это привело бы к улучшению ее благосостояния. Весь прежний опыт бедных стран Евросоюза доказывает, что после вступления в еврозону начинался процесс сильной поляризации. Есть победители в этом вопросе. Они везде. И в Восточной Европе, и в Болгарии, и в Румынии. Те, кто разбогател на присоединении к Евросоюзу. Но ценой за это становится значительное обнищание и без того бедных. Во многих странах была уничтожена индустриальная производительность, потому что она была неконкурентно способной. К тому же многие страны потеряли значительную часть своего населения. Из Литвы, Эстонии и других стран люди массово эмигрируют. Я действительно не знаю, есть ли модель будущего для таких стран. На Украине есть все, что угодно. Но точно не система общественного устройства, где учитываются интересы большинства. Там, на мой взгляд, роль играют интересы конкретных олигархов, которые видят шанс при помощи экспорта сельского хозяйства и подобных вещей в Евросоюз еще более обогатиться. Технология цветных революций, поскольку она была задействована неоднократно, то, скажем так, вот эти вот красные флажки этой технологии, они везде просматриваются одинаково. И, безусловно, во многом, во многом, то, что мы видели на Украине два года назад, конечно, и содержало очень много аналогичных черт с тем, что мы видели на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Демонстрация, свержение диктатора и полная свобода. Мы всегда делаем дошивку в сторону, значит, демократизация. Все как раз сложнее, это видно сейчас. Можно говорить, что это какие-то процессы, которые идут снизу, но это просто такие высокие технологии провоцирования масс на насильственную смену строя. То есть, если называть вещи своими именами, это именно насильственная смена строя. Это навязывание некой системы, которая все время камуфлируется под название демократия. Есть известная максима – демократии друг с другом не воюют. Коль и так, то чем больше демократии, тем меньше угрозы нападения. Логично. А если где-то демократия сама по себе не возникает, по каким-то причинам, надо помочь, надо ее стимулировать. Так появилась идея похода по демократизации Большого Ближнего Востока. Для идеи демократии это, наверное, самое худшее, что могло только произойти. Инструментализация идеи демократии, которая ведет к ее обессмысливанию. 14 августа 2013 года 100 церквей подверглись нападениям. Их разрушили и сожгли. Это причинило христианам, христианам Египта, очень сильную боль. И чуть не возникла гражданская война. Тогда я воспользовался своим авторитетом и сказал, что если даже сожгут все церкви, то мы придем к своим мусульманским братьям и будем читать молитву в мечети. А если будут жечь все мечети, то будем молиться вместе на улице. На лицах боль и скорбь. Это родственники египетских вкоптских христиан, которые были похищены в Ливии. А сейчас считаются погибшими. В чудовищной постановке каждый кадр вывели на символичен. Бушующие волны, надо полагать, специально ждали такой погоды, чтобы чуть штормило, а не было пасмурно. Берег Средиземного моря, как и таки знак Европы. Мы скоро придем к вам, здесь недалеко. Место зверской расправы осталось неизвестным, но захватили христиан-коптов в ливийском городе Сирт. Только дым от ладана поднимается в деревенской церкви. Молятся за погибших. И здесь важно думать о недопустимости захвата террористами власти в целых государствах, о недопустимости вообще по какому-либо потокательству террористам. Надо думать о судьбах стран региона, о том, чтобы сохранить их светский характер, чтобы сохранить Ближний Восток как колыбель всех великих мировых религий. Важно продвигать и политические реформы в регионе. Но продвигать их не так, как это происходило при арабской весне. Свергай режим, сама состоится. Здесь надо все-таки помогать странам региона, которых так вот разбередили путем вмешательства извне, чью государственность, в общем-то, серьезно ослабили. И тем самым, между прочим, ослабили способность этих государств бороться с терроризмом, противостоять террористической угрозе. В борьбе с терроризмом все очень дифференцировано. К примеру, Саудовская Аравия. Это хоть и не террористическая организация, но это та страна, у которой, во-первых, военно-исламистская система, а во-вторых, Саудовская Аравия, хотя и не сама королевская семья, финансирует террористические формирования. И, несмотря на это, эта страна является союзником США и Европы. Поэтому, к сожалению, борьба с терроризмом в данный момент не является общей борьбой. Мы на чьей стороне на Ближнем Востоке? Насколько я понимаю, мы воюем против Ирака, чтобы победить ИГИЛ, и делаем это вместе с Ираном. А в Йемене мы воюем против Ирана на стороне Ирака и Саудовской Аравии. Это не совсем так, но окей. Мы кого бомбим-то? И мы так и не ушли с Ближнего Востока. Мы по-прежнему там. Мы застряли, что создает одну ошибку за другой. Как большой медведь, торчащий одной лапой в горшке с медом, сующий в него другую лапу, поднимающий лапу вверх, пытающийся освободиться. Это разрушительно. Конечно же, любая страна, любые разумные лидеры, они будут опасаться все-таки ситуации, когда этот управляемый хаос перерастет в абсолютно неуправляемый такой термоядерный процесс. А это и произошло в итоге. Когда заговорили о Большом Ближнем Востоке, это было, наверное, конец прошлого века, специалисты стали использовать эту терминологию. Эта терминология начала звучать в устах лидеров. И какое-то время это даже выглядело академизмом, потому что пригладное значение не просматривалось. И, наверное, только сейчас уже, ретроспективно, можно предположить с большой долей уверенностью, что вот эта вот цепочка цветных революций, которые сначала должны были ограничиться управляемым хаосом, она произошла именно на том пространстве, которое именовалось Большим Ближним Востоком. Ирак, Сирия, Ливия. Огромное количество людей стали жить в странах, которые перестали быть странами. Это были стабильные государства. По меркам арабского мира, по меркам Африки, они были очень стабильными и даже подсветающими государствами. Больше этого нет. Классификация целого ряда стран под одну гребенку, под одно название, оно же сейчас и происходит. Ведь мы совсем недавно из уст официальных представителей уже стали слышать такую дефиницию, как «большая средняя» и тоже можно задуматься. И, наверное, это дополнительный хлеб для политологов, что это значит. У нас появились рецепты против экспорта революции? Нет. У нас должен быть только один рецепт. Это укрепление тех самых основ международного права современного, о котором я сказал. Не может быть никакого двойного, тройного толкования так, как вздумается, по поводу того, что такое суверенитет и нужно ли его уважать. Вбрасываются новые вещи, вот скажем, по отношению к Сирии или по отношению к каким-то другим государствам. Ведь очень легко объявить то или иное руководство той или иной страны нелегитимным. А где критерии этой легитимности? Кто их придумал? Кто решает? Если мы будем действовать по пути и рассуждать вот этими подобными категориями, волонтаристскими, непрописанными, понятным, ясным, прозрачным и единообразно понимаемым языком, тогда будет хаос. Но хаос и есть. И то, что сейчас происходит с новым великим переселением народов, ведь это ломает всю юридическую картину мира. Как с этим справиться? Не только юридическую. Это может ломать и этническую, и религиозную картину мира. Европа может утрачивать свою идентичность. Это ведь вообще надо помогать людям, которые оказались в трудном положении. И нужно оказывать помощь беженцам. Это совершенно очевидный факт. И в этом смысле гуманистические начала и побудительные мотивы, которые возникают в этой связи, они заслуживают всяческой поддержки. Но самое главное не в этом. И об этом я тоже говорил на генеральной сессии, на Ассамблее ООН. Самое главное в том, чтобы не раскачивать легитимные законные правительства, не уничтожать их государственность. Даже если она представляется несовершенной, но если кому-то это видится именно так, то что можно было бы сделать, не нарушая международного права? Помогать тем силам внутри страны, причем легитимными средствами, которые выступают за ваши ценности. Помогайте им финансово даже, помогайте им информационно, политически. Но не надо туда лезть как слон в посудную лавку и все топтать там до беспредела. Не надо раскачивать эти страны, не надо ломать там государственность. Я уже сказал, помогайте, если вы считаете, что там этот народ достоин чего-то лучшего, чем та система управления, в которой он живет. Помогайте тем гражданам этой страны, которые изнутри готовы бороться за идеалы, которые вы разделяете. — А вас слышат, когда вы это говорите? — Слушают. Слышат или нет, я затрудняюсь сказать. Но если происходит то, что происходит, значит не очень-то слышат. Но вот была принята известная резолюция по Ливии, не помню, что ее номер. О чем она говорила? — Бесполетная зона. — Бесполетная зона. А что реально начало происходить? Начали наносить удары по территории и способствовать свержению власти. Свергли, несчастного Каддафи убили. Причем умерщили зверским образом. Дальше что? Демократия наступила. Погиб посол Соединенных Штатов через несколько месяцев. — Тоже зверским образом. — То зверским образом был убит. Но чего добились-то? Зачем это сделали? Вот сейчас только он объявил о создании единого правительства. Сколько оно продержит? Тоже вопрос. Идет просто раздел собственности, передел природных ресурсов. А можно было сделать по-другому? — А зачем? Требовалось больше времени. Требовалось наверняка больше усилий, более внимательного отношения к людям. Но рано или поздно трансформация должна была бы произойти без таких вот катастрофических последствий. И без сотен тысяч беженцев. Пренебрежение стабильностью Ливии приведет к коллапсу в мире через нестабильность в Средиземном море. В случае, если наша власть в Ливии должна будет прекратиться, миллионы африканцев хлынут нелегально в Италию, во Францию. Европа станет черной в самое небольшое время. Мы предотвращаем миграцию, сдерживая продвижение Аль-Каиды. Если стабильность в Ливии будет нарушена, это немедленно будет иметь плохие последствия для Европы и стран Средиземноморья. Все будут в опасности. Более чем 10 тысяч мигрантов утонули в море между Италией и Ливией только за последнюю неделю. Великобритания, Бельгия и Германия отправили корабли к Средиземному морю. Но британский премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что его предложение о помощи не подразумевает прием беженцев. Лондон за помощь нелегалам предлагает давать по 5 лет тюрьмы. А премьер Кэмерон вообще заявил, что королевство нужно защитить от, цитата, «роя людей». Понимал ли премьер, что говорил о тех же людях, которых 4 года назад в Ливии поздравлял с победой и благодарил за свержение режима Каддафи после бомбежек НАТО, Кэмерон не пояснил. Ваш город стал вдохновением для всего мира, потому что вы сбросили диктатора и выбрали свободу. Они стреляли в нас сегодня. Я видел это сам. Македонские офицеры стреляли в нас. Беженцы здесь уже несколько месяцев. Им не хватает еды. Они мало спят. У них почти нет одежды. Приближается зима, и температура понижается. Зимой у нас очень холодно. Если мы оставим их на улице, под мостом или на бульваре, они никогда не выйдут из этой тяжелой ситуации. Я не думаю, что мигранты станут проблемой для коренных французов. Как мы будем решать проблемы их трудоустройства, если у нас у самих они есть? А это только первая волна мигрантов. Многие из них еще в пути. Мы хотим проехать дальше. Мы связываем наше будущее с Европой. Неравенства развития, существовавшие в прошлом, были не так заметны. Развитие, способы коммуникации через интернет, телевидение способствуют сегодня тому, что весь мир, почти весь мир, больше осведомлен о том, что происходит в других местах, и видит и проживает эти неравенства. И вот они становятся более невыносимыми. Таким образом, желание отправится в более процветающее место, где мы надеемся, может быть, напрасно, надеемся найти работу и получить возможность отправлять деньги семье. Это желание должно было существовать еще в прошлом. Но раньше оно было менее реализуемым. В настоящее время желание сильней, и оно становится в некотором роде более реализуемым, потому что транспортные средства стали более доступными. Потому что феномен миграции в сторону богатых точек на планете – это феномен, у которого нет никаких оснований остановиться. Напротив, он усиливается. Меркель в отставку скандировала толпа, протестуя против мигрантов. Сотни людей накануне вышли на улицы Лейпцига. Они показывают кулаки, кричат «проваливать» и прочее, обещают сжигать дома беженцев. По улицам немецкого города Риза шагают местные националисты. Лозунг ультраправых – в Германии беженцам не место. Сегодня 24% населения Австрии – это те, кто родился не в Австрии. Если говорить о школах, например, в моем родном городе Вене, для 50% учеников немецкий язык не является родным. Мне кажется, так меняется общество. Смотрите, что в Европе. С одной стороны, как мы говорили, поток мигрантов. С другой стороны, рост националистических настроений, которые говорят. И люди теряют ориентацию. Не надо списывать Европу. В Европе, объединенная Европа, 300 миллионов с лишним человек. Крупнейшая экономика. Евро все-таки стабильно держит свои позиции. Отвоевывает, и это очень хорошо, отвоевывает для себя пространство в качестве мировой резервной валюты. Это хорошо, потому что, когда есть только одна резервная валюта – доллар, то это сужает возможности для маневрирования всей мировой экономики. Но сегодняшняя Европа такая, какая она есть, со всеми внутренними противоречиями и со всеми позитивными тенденциями своего развития. Европа переживает системный кризис проекта интеграции, каким он был задуман в 20 веке. Так вот, та модель не то, что она оказалась плохая, она была, наоборот, великолепно придуманная, гениальная модель европейской интеграции. Но она себя исчерпала. Европейская интеграция никогда в истории не была демократическим проектом. Это всегда был проект элитарный. Мы наблюдаем очевидный совершенно процесс отрыва элит европейских истеблишмента от населения. Население перестало понимать, что, собственно говоря, делает их власть. Европейский союз притворяется, притворяется страной. Если это единая страна, то у нее должны быть открыты границы, должна быть единая валюта, единые вооруженные силы, единая внешняя политика и так далее. Это притворство. Европа непрерывно находится под американским влиянием со времени окончания Второй мировой войны. Но еще в 1945 году генерал Деголь не согласился на предложение американцев посадить во Франции на 2-3 года на пост губернатора американца. Деголь сказал тогда, нет, ни в коем случае. Кроме того, он считал, что доллар находится в слишком привилегированном положении и предложил сделать золото нейтральной валютой. Деголь сказал, что отныне будет именно так. Затем генерал принял решение о выходе из военной организации НАТО. Но в 1969 году Деголь оставил свой пост. И я думаю, что американцы вздохнули с облегчением. Наконец-то этот несносный человек ушел с их пути. После ухода Деголя во Франции сменилось несколько президентов, но все как один боялись испортить отношения с Соединенными Штатами, кроме разве что Жака Ширака. Германия формально независима. На мой взгляд, у Германии достаточно силы и суверенитета для того, чтобы возражать США. Она этого просто не делает. Или делает крайне редко. Как, например, то, что Германия разрешает вести войну беспилотников со своей территорией, что явно противоречит Конституции. Где вы были, госпожа Меркель, когда бомбили Ливию? Где были вы, когда спонсировалась сирийская оппозиция? Таким образом США просто расширяют свое влияние, и они успешно это применяют. Вы не замечали, госпожа Меркель? Об этом говорил еще Збигнев Бзижинский. Но вы, как его вассал, совсем соглашаетесь. Определенные аналитические центры Америки закреплены в немецких СМИ. Каждый политик в Германии знает, и чем выше его положение, тем лучше он это понимает, что стоит только высказать свое мнение, в СМИ тут же появятся противоположные информации. И многим этого достаточно, чтобы не вступать в этот конфликт. Большинство мероприятий ООН проходят в Нью-Йорке. Системой связи для ООН занимается AT&T, американская телефонно-телеграфная компания. Так что исходящий интернет-трафик, электронная почта, факсы, звонки, скайп проходят по кабелям AT&T. Она является крупнейшей американской телекоммуникационной компанией, очень близкой к правительству США. Она имеет тайную договоренность с Агентством национальной безопасности, согласно которой она перехватывает каждое электронное сообщение, исходящее из ООН. Подобное давление – не редкость на международной политической арене, особенно в сфере экономической политики. Разумеется, давление оказывают не публично, предпочитают телефонные переговоры. Но это факт. В качестве примера приведу настоящую эпидемию штрафов в отношении, в том числе и европейских компаний со стороны Соединенных Штатов. В ход идут надуманные предлоги. Жёстко караются те, кто осмелился нарушить односторонние американские санкции. Только в прошлом году на один из французских банков был наложен штраф почти в 9 миллиардов долларов, 8,9, по-моему. Тойота заплатила 1,2 миллиарда долларов. Коммерцбанк подписал соглашение немецкой о выплате в американский бюджет 1,7 миллиарда долларов и так далее. Так с союзниками поступают? Нет. Так поступают с вассалами, которые осмелились действовать по своему усмотрению. Их наказывают за плохое поведение. Соединенные Штаты взяли на себя право интерпретировать право и воплощать собой международное право, как и право национальное. Причем не только внутриамериканское, но и национальное право любого другого государства. Самая большая сложность, с которой мне пришлось столкнуться, пока я был генеральным директором МВФ, это американский конгресс. Потому что американский конгресс не очень жалует многосторонние ассоциации. Конечно, у США большая роль, и это нормально, и большой вес. Но они не решают в одиночку. И может так случиться, что будут решения, которые им не понравятся. Доминик Строскан, финансист, возглавлял Международный валютный фонд. Отвечался крайне независимыми осуждениями, ставил под сомнение необходимость и возможность доминирования доллара. Решил выдвигаться на должность президента Франции. Лидировал с большим отрывом. Пока в Нью-Йорке по ложному обвинению в изнасиловании не был брошен в камеру предварительного заключения. С проститутками и бомжами. Обвинение развалилось, но политическая карьера Строскана была уничтожена. Я не выдаю себя за героя, но факт в том, что осудить те ощущения по поводу системы, в которой мы живем, создаваемые неравенствами, означает поставить под сомнение в некотором роде основы этой экономики. Сейчас Соединенные Штаты участвуют в проекте, если не таком масштабном, как создание Организации Объединенных Наций. Но имеющим схожие амбиции. Он важнее, чем создание Европейского Союза. Это соглашение Т-3. Это соглашение охватывает более полутора миллиардов человек. И две трети мирового ВВП. В США создают новый торговый мегаблок. Транс-Тихотеанское партнерство. Позвав туда половину стран от ЭС и не позвав Китай и Россию. Основные американские корпорации стремились к этому все это время. Многие годы американские корпорации прикрываются национальной безопасностью. Иначе говоря, опасностью Китая. Они говорят, что Китай собирается интегрировать Евразию, создать новый шелковый путь. И что поэтому Соединенные Штаты должны интегрировать всех, кого только можно. И создать правовой и торговый супер-европейский союз. Союз больше европейского. И как только это будет сделано, американским корпорациям станет гораздо проще внедряться во все эти страны. Замок из Госдепа оказывается важнее любого решения. То есть миром управляют корпорации? Миром управляют объективные законы экономического развития. Да, конечно. Корпорации международные, многопрофильные, не имеющие границ, они должны функционировать для того, чтобы повысить и качество производства, и объемы производства, повысить производительность труда, добиться большего результата, большей прибыли. Им не нужны границы. Но именно для этого и была создана сначала ГАД, Генеральный договор о тарифах торговли, а потом и Всемирная торговая организация, которая, по сути, как бы размывала границы. Но сейчас другие реалии возникли. Появились новые игроки, они перестали бояться, перестали, как, знаете, у нас шутят, говорить «боюсь, боюсь, боюсь, боюсь», а начали жестко заявлять о необходимости соблюдения их прав, причем законных, в рамках Всемирной торговой организации, которую всех напринимали. И когда переговоры в очередной раз, очередной раунд Дахийский зашел в тупик, и годами, годами не удается продвинуться вперед, потому что развивающиеся страны начали требовать своего места пансон, там, как они считали, законного, и в рамках этих правил и процедур ВТО, ну, тогда, видимо, возникла идея, ну, что с ними толкаться здесь. Мы сейчас между собой говоримся о новых правилах, которые будут касаться только нас, а поскольку мы ведущие экономики мира, рано или поздно они опять вынуждены, вынуждены будут работать в рамках тех правил, которые мы пропишем, ну, в рамках других организаций. Мир движется вперед. Вспомним мир 70 лет назад, 50 лет назад. Возьмем, к примеру, Китай. Это была бедная, раздробленная страна, и их спас не российский рубль и не американский доллар. Их спасли две революции. Одна под руководством Мао Цзэдуна, который заставил людей работать и объединил их. И вторая под руководством Дэн Сяопина, который сказал, хорошо, вы сделали это. Теперь давайте откроемся миру и посмотрим, что будет. То же самое с Индией. И снова революция. Ганди говорил, я не могу избавить вас от бедности, но я могу избавить вас от духовной бедности. Я могу только помочь вам духовно. Вторая революция под руководством Нару. Он сказал, если вы заботитесь о душе, это не значит, что не нужно заботиться о завтраке. Сравните эту позицию с той, которая была 40 лет назад, 50 лет назад. Существенные изменения. Мы наблюдаем сегодня смещение стратегии в мире. Если раньше геополитика фокусировалась на Европе, была евроцентричной, то есть Европа, НАТО против Варшавского договора и так далее, то теперь фокус здесь, на Центральной Азии, Южной Азии, в странах Персидского залива и на Иране. Геостратегический фокус теперь в этом регионе. Никакого торжества одной системы, одной модели в миропорядке не состоялось. Единство в многообразии – это залог устойчивости мирового развития. Любые попытки поставить весь мир на какую-то одну опору, они никогда до добра не доводили. Вечером молодые люди сидели на террасах кафе. Они, как обычно, выпивали. Ребята флиртовали с молоденькими девушками, и они уже мертвы. Каждый француз почувствовал, что мог бы оказаться на месте жертв. Каждый, каждый француз мог умереть. Не нужно было совершать ничего, чтобы тебя приговорили к смерти. Поэтому это вызвало у всех такой шок. Солидарность была мощной. Солидарность и страх. Как восемь террористов могут заставить дрожать от страха 67 миллионов человек. Хотел бы, знаете, что сказать? Еще 50 лет назад Ленинградская улица меня научила одному правилу. Если драка неизбежна, бить надо первым. Владимир Владимирович, а ведь действительно переломные моменты. Де-факто орды на наших границах. Исламское государство, которое сейчас звербовало часть Талибана. Не первый раз. Не первый раз, но мы всегда выходили из этих переломных моментов истории, базируясь на государстве, в первую очередь, крепким духом. Мы были уверены, что наше дело правое. Вот насколько этот критерий справедливости по-прежнему существует в мире? Насколько он важен? Насколько важна мораль? В последний раз Александр I пытался провести объединение Европы на основании христианских ценностей. К сожалению, это провалилось. Потом был только перетит. Я считаю, что никто никогда и никому не должен навязывать какие бы то ни было ценности, которые он считает правильными. У нас есть свои ценности, свои представления о справедливости. Я сейчас не буду заниматься формулировками, потому что это неблагодарное дело, и специалисты всегда найдут, за что меня упрекнуть. Но в целом мы понимаем, о чем я говорю. Это касается наших традиционных ценностей, прежде всего. Нашей истории, культуры, традиций и всего остального, что с этим связано. Но навязывать это кому бы то ни было правильно, так как в свое время Советский Союз пытался навязать коммунистические ценности и силы держать. Но я думаю и уверен, что многие со мной согласятся, дело даже было не в этих коммунистических ценностях. Дело было в геополитических интересах Советского Союза, то есть России, которая тогда называлась Советским Союзом. Вот в этом все было дело. Это облекалось в идеологическую форму. В начале это все-таки были ценности. Казалось, что Советская Россия приложила новое мироустройство, справедливое. Вот именно. Вы сейчас правильно сказали. Советская Россия. Это было сразу после 1917 года. После Первой мировой войны. И тогда это было очень модно. Среди демократической интеллигенции вообще в мире, в Штатах, в Европе, везде. Советская Россия была модным государством. И ее постановка, постановка ее новых ценностей, формулирование этих ценностей, были очень привлекательными. И вот если вспомнить мою прежнюю деятельность, я вот очень хорошо некоторые высказывания помню людей, которые анализировали деятельность, допустим, советской разведки. Еще во времена иностранного отдела и вот эта плеяда выдающихся советских разведчиков и известная Кембриджская пятерка, и Зорги, и некоторые другие. Вот один из исследователей сказал, что эти люди беззаветно служили и работали на свою идеологическую родину. Позднее это все все-таки начало вымываться, начало утрачивать свою привлекательность и перспективу утра. Сейчас не получается, что ведь Россия говорит о традиционных ценностях, в условиях колоссального падения, кризис этих традиционных ценностей. Ну да, но, вы знаете, уверяю вас, что у нас очень много стран и людей в мире, которые полностью на нашей стороне и разделяют нашу точку зрения. И даже если мы слышим критику со стороны лидеров отдельных стран, это совсем не значит, что граждане этих стран поддерживают своих лидеров и критикуют нас. Наоборот, я смею заверить вас, что большинство граждан стран, лидеры которых нас критикуют, большинство-то нас поддерживают. Это сложный процесс переосмысления, что значит быть человеком, какие правы и справедливые образы общества. Многие люди страдают от нищеты. Многие умирают от излечимых болезней. Многие находятся под гнётом. Существует неравенство в целом мире, а также в отдельных странах между богатыми и бедными. Из-за экономического неравенства наши знания о процветании утонут в океане нищеты. В этом мире существует треугольник. Война, капитал, прибыль. А справедливое общество зарезервировано для людей с деньгами. Они в состоянии купить справедливость. Женщин, дома, самолёты. Собрать вокруг себя в основном людей, которые говорят то, что хочется услышать, и у них ощущение, что это и есть справедливое общество. Свобода и справедливость. Очевидно, это то, что я очень остро ощущаю на личном уровне. Будучи задержанным без предъявления обвинения в течение пяти, более чем пяти лет. Я видел других людей, которые проходят аналогичную процедуру. Челси Меннинг, якобы мой источник, якобы аналитик разведки, то есть действительно аналитик разведки в Штатах, приговорён к 35 годам заключения в военной тюрьме. Он был в Ираке. Он видел, что там происходит, и был против этого. И это ставит ему в обвинение. Но давайте сравним его наказание с другими. Мы обличили ряд массовых убийств в Ираке, в том числе в случае, когда американские солдаты изнасиловали 14-летнюю девочку, убили её, убили всю её семью и сожгли их дом. Некоторые из этих солдат были признаны виновными американской армии. Так что нет никаких сомнений даже у армии США в том, что они совершили преступление. Какой же был приговор? Приговор был около 10 лет. И один из них вышел из тюрьмы уже через 5 лет. А теперь сравните это с 35 годами за якобы разглашение секрета. Немецкий философ Кант говорил, что мы признаём что-либо моральной ценностью в том случае, когда она применима ко всем без исключения. Если ценность не универсальна, то она не моральна. Многие вещи, которые всегда были нормой, исчезли. Поменялись настроения, изменилась и мораль. Кризис морали есть во всём мире, а не только у христиан. Чтобы воспитывать нормального человека, нужны 5 вещей. Это семья, дом, школа, церковь для христиан и друзья. И тот объём любви, который у ребёнка должен получать от родителей. Ужас, катастрофы. А здесь, конечно, возникает вопрос. Есть мудрецы, государственные деятели, которые прекрасно понимают, способны договориться, чтобы избежать такие катастрофы. или нам надо пройти через этот этап, значит, войны, или нет. Это зависит от качества наших лидеров, качества наших элит. А как так получилось, что с момента очень товарищеских, если угодно, доверительных отношений с Обамой сейчас вроде дошли до такой стадии, что вся страна с придыханием ждёт, когда вот вы выйдете после двухсторонних переговоров, не зная, что там, война или мир. Вот почему мир оказался вот опять на грани этой колоссальной нестабильности, когда всё сошлось в одну точку. Амбиции страны Соединённых Штатов, небывалый рост апокалиптической секты, которым является исламское государство, и привлечение колоссальных ресурсов туда с разных стран. С третьей стороны, падение понятия морали, в том числе и христианской. Все столпы, на которых стоял современный мир, вдруг рухнули ещё и лидеры в сложных отношениях. Как найти стабильность в этом мире? Сегодня мы видим то, что мы видим, но я сейчас о другом хотел сказать, о том, что вот наши новые политические новориши, они утратили чувство реальности, мне кажется. Они даже не поняли, что внутри их собственного мира начались необратимые процессы. И если сейчас, вот сейчас все как бы стоят по стойке смирно и честь отдают, то это не значит, что так будет вечно. Потому что, ну не знаю, есть некоторые страны и народы, которые никогда внутри себя не будут мириться со второстепенной ролью, с ролью оккупированной страны, либо с ролью вассала какого-то. Рано или поздно это всё равно пройдёт. И я думаю, что достаточно быстро. Но для того, чтобы продлить своё лидерство как можно дольше, нельзя никого унижать. А очень многие элементы внешней политики наших друзей за океаном, они как раз связаны с продавливанием своей позиции, с помощью силы. Вот это, конечно, плохо. Но, с другой стороны, я не считаю, что мы на грани какого-то апокалипсиса, потому что всё-таки люди умные, и люди везде умные, и в Европе, и за океаном, и в Азии. И как только вот они почувствуют, что реально сбой какой-то пошёл, мне кажется, что всё-таки они тоже должны сориентироваться. И начнут меня... И неориентироваться, они сразу вас обвиняют. По поводу того, что кто-то там, мягко говоря, критически высказывает саму адрес, но это касается не только лидеров зарубежных стран, дальних стран. Это бывает иногда и... Бывает иногда и из достаточно близких нам мы слышим, я, во всяком случае, слышу в свой адрес, ну, скажем так, мягко, несправедливую критику. Как крайне хамство. И от некоторых лидеров, близких нам государств. Но это просто проявление политической культуры или отсутствие таковой... И сейчас эмоционально это никак не трогает. Меня это не трогает. Ленинградский двор приучил. Вы знаете, у меня есть свой стиль, своё отношение ко всем этим вещам. Я считаю, что я не имею на это права. Потому что я должен работать со всеми в интересах своей страны. Нам необходима совместная работа с Россией для поддержания мира в Европе. А мир в Европе возможен только вместе с Россией. Я думаю, что сегодня сотрудничество международного сообщества с Россией необходимо. Мы должны работать сообща для того, чтобы урегулировать кризис идентичности. Кризис страха Европы перед тем, что происходит в мире. Кризис страха Европы перед тем, что происходит в мире. Россия не первый раз сталкивается с варварскими террористическими преступлениями. Чаще всего без всяких видимых причин, внешних или внутренних. Так, как это было со взрывом на вокзале в Волгограде в конце 2013 года. Мы никого и ничто не забыли. Убийство наших людей на Синае в числе наиболее кровавых по числу жертв преступлений. И мы не будем вытирать слез с нашей души и сердца. Это останется с нами навсегда. Но это не помешает нам найти и наказать преступников. Мы должны делать это без срока давности. Знать их всех поименно. Мы будем искать их везде. Где бы они ни прятались. Мы их найдем в любой точке планеты и покараем. Может быть, исламское государство является тем абсолютным узлом, для победы над которым миру придется объединиться, для того, чтобы выработать условия к появлению условной новой Ялты. Террористическая организация под названием «Исламское государство» конечно, большая угроза. И не только для нас, но и для самого исламского мира. Когда мы с вами начали эту беседу, вы меня спросили, как различные страны относятся к этому. Я сказал, что даже те страны, где граждане исповедуют сунитское направление в религии, в исламе, даже они опасаются. Почему? Потому что так называемое исламское государство уже заявило свои претензии на Мекку и Медину. Они уже хотят создать халифат там невероятных размеров. То есть, они представляют угрозу для очень многих. Но это все-таки не ключевая точка, вокруг которой вертится или будет вертеться все, что является существенным для будущего развития. Существенным для будущего развития является выстраивание отношений в так называемой геополитической борьбе. Борьба неизбежна, это нормально. Но нужно только, чтобы она велась по цивилизованным правилам, которые должны быть, еще раз хочу подчеркнуть, цивилизованными, понятными, прозрачными, единообразно понимаемыми и контролируемыми. Настоящие политики каждый раз возвращаются, снова и снова пробуют, ищут возможности для мира. Нет смысла в ожидании, нет смысла в гневе, в том, чтобы рушить мосты. Причина больше, чем человек, и даже больше, чем страна. Для процветания и мира во всем мире важнее всего ключевые игроки, ключевые страны. Им даже не нужно ладить друг с другом или дружить, но они могут вести делу. Возможно, выдающихся лидеров не так много, потому что миру они не нужны. Потому что лидер сам по себе не такой уж значительный феномен. Когда лидер встает и заявляет «я великий, я сильный», люди говорят «да, правда». Ты можешь остановить террор? Нет. Ты можешь искоренить социальную дифференциацию? Нет. Так почему ты говоришь, что ты великий? Если ты хочешь быть великим, не обманывай нас. Служи нам. Но тогда ты должен чувствовать себя слугой, а не лидером. Тогда мы дадим тебе шанс. Если большинство политических лидеров сфокусируются на цели сделать мир справедливее, мы продвинемся в этом вопросе. Это мой оптимизм. Некоторые назовут его наивностью. Моисей сделал нечто уникальное. Он предпочел моральный долг всем прелестям мира, богатству, красоте, власти. Это непросто. Потому что мораль – непрекрасная дама. И ее нельзя получить. Все, что можно сделать, это попытаться. Эта цель с очень сложным путем ее достижения. Но она имеет и преимущество. Потому что вы никогда не будете удовлетворены. Вы постоянно будете пытаться достичь цели. И если вы ее не достигнете, сама попытка ее достичь – это мораль. Она заставляет вас по-другому смотреть на мир. Завершая работу над фильмом, мы поняли, что нам необходимо еще раз встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И хотя между двумя встречами прошло всего лишь два месяца, но уложились в эти два месяца множество трагических событий. Для того, чтобы обетелись с президентом, мы приехали в его резиденцию. 17 декабря, четверг, 19.00. Владимир Владимирович, в ваших последних выступлениях звучат такие нотки личного разочарования. Вы стали называть... Вы всегда были очень точно в цель, но в последнее время вы называете вещи своими именами, и возникает ощущение, что маски пали. Остались ли понятия чести, достоинства в политике, соблюдения договоренностей? С кем из мировых лидеров договариваться? С кем можно устроить долгосрочные отношения, если те, которые еще вчера казались, ну, по крайней мере, единомышленниками, сегодня наносят удар спины? В чем проблема, в частности, Европы? Почему они никак не могут выстроить свою политику в разумных, конструктивных, четких, понятных пределах? Что касается таких понятий, как честь, достоинство, любовь, ну, знаете, честность, они, конечно, хорошо бы и в политике имели место быть, хорошо бы их там применять, но это все-таки то, что прежде всего лежит в основе, должно лежать в основе отношений между людьми, между юношами и девушками, между мужчинами и женщинами, между мужчинами и женщинами между собой. В отношениях между государствами прежде всего имеют место быть интересы. А чтобы интересы эти были, я еще раз повторю это слово, сбалансированы, нужно иметь какие-то общие правила, единообразно понимаемые и транспарентно применяемые. Что же касается людей, с которыми можно или нельзя иметь дело, я думаю, что со всеми можно. Мы обязаны иметь дело со всеми. Нравится нам кто-то или не нравится, мы будем работать со всеми. В чем проблема Европы, как вы спросили? Проблема Европы в том, что она не проводит самостоятельные внешние политики. Вообще. Она от нее, по сути, отказалась. И передала часть своего суверенитета, может быть, одну из важнейших частей своего суверенитета, в блок. В принципе, это вполне нормально, когда часть суверенитета участниками военно-политического блока передается в наднациональные органы. Но фокус в данном случае в том, что это не просто в наднациональный орган, а по сути, эта часть суверенитета отдана Европой, даже не в НАТО, а лидеру НАТО, Соединенным Штатам. Вот помните, мы неоднократно возвращались к этой теме, Ирак, ввод американских войск. Тогда Германия во главе со Шрёдером, тогдашним канцлером, и Шираком, президентом Франции, выступили против. Я ещё раз хочу подчеркнуть, не я их уговаривал. Они меня уговаривали присоединиться к ним. А потом, когда вторжение состоялось, Саддам Хусейн был уничтожен, Ирак был уничтожен. Помните, что им говорили? Вот, вы были неправы. И мне тоже говорили. Вот, значит, мы победили, а вы остались в стороне. Но если смотреть на шаг вперёд, оказалось, что они-то как раз и были правы. Оказалось, что тот же Ширак, у которого были очень близкие доверительные отношения с Суницкой частью Ближнего Востока, он тогда уже предвидел, он, кстати, человек энциклопедических знаний, тогда приведел, к чему это приведёт. Вот сейчас и привело это к разрушению государственности в этих странах. Это привело к тому, что терроризм процветает, удары наносятся по Парижу. Ширак думал тогда об этом, и он был прав. Так же, как и Шрёдер. Мы считаем его другом в России. Это так и есть. Но Шрёдер не пророссийский политик, он прогерманский. Он, вообще-то, атлантист. Он всегда, и в наших частных беседах, всегда прямо и честно мне говорил о значении НАТО для современных международных отношений. Я далеко не во всём с ним согласен. Но у него такие взгляды. И он ничего не делал такого, что наносило бы ущерб интересам своей страны, а наоборот, всегда боролся за эти интересы. Ну, скажем, Северный поток один. Я, знаете, просто открыв рот, смотрел, как на него нападали, когда он его фактически инициировал. Это же немецкая сторона его практически инициировала. Да, мы активно поддержали, а потом боролся за осуществление. Теперь все говорят, ох, как хорошо, мы построили. Так это он построил. А больше того, сейчас уже нам говорят, давайте Северный поток-2 построим. Но все понимают, что это необходимо той же самой Германии, которая отказалась от атомной энергетики и вернуться к ней уже вероятели сможет. В России огромное количество этого сырья, экологически чистого, необходимого, и мы готовы поставлять. Так что же от этого отказываться? Кроме этого, Германия станет общеевропейским хабом, кстати говоря. Но это же другой вопрос. Проблема в том, что и мы не ждем от наших партнеров в Европе, что они откажутся от своей евроатлантической ориентации. Но я думаю, что было бы правильно, чтобы наши партнеры в Европе, не отказываясь от этого, все-таки принимали участие в выработке хотя бы решений. А они просто брали под козырек каждый раз, когда даются указания откуда-то из-за океана. Да, все понимают, к чему это привело для того же Шрёдера или для Ширака, но нужно руководствоваться либо своими внутриполитическими интересами, либо интересами государства. А мне кажется, что интересы европейских стран, может быть, я ошибаюсь, пусть мне скажут другое тогда, в том, чтобы объединять усилия и в экономике, и в политике, и в борьбе с террором, и в борьбе за решение экологических проблем, с организованной преступностью. Объединяйте все ли с Россией? Мы к этой работе готовы, мы открыты, не собираемся губы надувать из-за этих санкций. Мы ждем. Но ждем не всех? Нет, мы ждем всех. Ну как, Турция себе позволила такое? Турция – это не Европа, а это во-первых, а во-вторых, у нас, я уже говорил в послании, хочу повторить и сейчас, и здесь еще раз, мы считаем турецкий народ дружественным народом и не хотим, чтобы у нас были свернуты отношения именно с турецким народом. Ну а, что касается действующего руководства, ничто не вечно под луной. Получается так, с одной стороны, Европа, США, Россия совместно борется с международной туристической угрозой, с другой, продлевают санкции против нашей страны, вводят даже иногда какие-то новые, и вроде те же самые партнеры. При этом, что меня удивляет, что в угоду политическим сиюминутным интересам меняют даже базовые принципы работы таких, казалось бы, стабильных уважаемых институтов, как Международный валютный фонд, я имею в виду Украина. Как бы вы могли это порекомментировать? Что касается Украины, вообще постсоветского пространства, то я убежден, что это связано и позиция наших партнеров западных, европейских и американских, связана не с защитой интересов Украины, а связана с попыткой помешать воссозданию Советского Союза. И никто не хочет наверить, что у нас нет цели воссоздать Советский Союз. Но даже самогипотетическая возможность объединения усилий в рамках современных, хочу это подчеркнуть, прежде всего экономических интеграционных процессов, которые, безусловно, делали бы и Россию, и Украину более конкурентоспособными в мировой экономике, позволили бы и Украине, и России занять более достойное место в современной системе разделения труда на международные на мировых рынках. Даже сама эта гипотетическая возможность, видимо, не дает как следует хорошо и глубоко спать нашим партнерам. И я думаю, главная задача это не допустить вот этого объединения усилий. не секрет. Ведь все делали для того, чтобы не допустить создания единого экономического пространства между Россией, Казахстаном и Белоруссией. Не допустить создания таможенного союза. Ведь до сих пор не хотели разговаривать даже с Евразийским экономическим союзом, как с полноценным участником международной жизни. Почему-то Евросоюз можно создавать, а Евразийский союз нельзя. Но мне кажется, что осознание того, что это деструктивная позиция, все-таки к нашим партнерам приходит. Что касается Украины, зачем поддержали госпереворот? Я уже много раз об этом сказал. Мне думается, что сегодня многие наши партнеры видят, что они допустили ошибку, просто признать это не хотят. Но они воспользовались недовольством народа теми порядками, которые на Украине сложились. Кстати, не только при Януковиче, а с момента приобретения незалежности. Коррупция, низкий уровень функционирования правоохранительной судебной системы гораздо хуже, чем у нас. У нас там много проблем, а там еще больше. Чуванство чиновничное. Просто мы даже представить себе не можем, насколько там это раздражало народ. И, конечно, воспользоваться этим недовольством было легко, но с помощью госпереворотов нельзя сделать лучше. Что, разве сейчас лучше стало? Значит, власть осталась в руках олигархов, страну поставили под внешнее управление, привезли туда всех ключевых управленцев из соседних стран, да и из-за границы, из-за океана. Жизненный уровень народа катастрофически падает. ВВП страны сократилось на порядок. Мы сейчас вот говорили о том, что у нас сократилось, но там на порядок сократилось больше, чем у нас. Происходит полная деиндустриализация Украины. А что получают взамен? Возможно, дадут право безвизового въезда в Европу. Может быть, дадут, может быть, нет, но это же даже не право на работу, это же не рабочие визы. Но даже если бы рабочие, в качестве кого? Нянищик, садовников и строительных рабочих, бери больше, кидай дальше. Разве это судьба и будущее такой прекрасной страны и такого замечательного народа, как Украина и украинцы? Да, нет. У Украины есть все возможности стать высокоиндустриальной страной, причем с современным уровнем развития высокотехнологичных отраслей экономики. Ракетостроение, космос, авиастроение, судостроение, микроэлектроника, развитие науки, образование. Где это все? Доградирует. Поэтому содержать Украину никто не хочет. Ну что это? Миллиард дадут, два, пообещают гарантии какие-то. При этом хотят еще переложить нагрузку финансовую на Россию и кредиты не хотят возвращать. Хотя мы предложили очень хороший, комфортный, на мой взгляд, вопрос решения задолженности. Давайте вместе разделим риски, мы сказали. Мы готовы структурировать наш кредит перед Украиной на четыре года. В первый год вообще ничего не брать. А потом по миллиарду. Ну что здесь плохого? Не хотят разделить даже этот риск. Значит, что не верят в кредетоспособность Украины и стабилизацию ее экономики. Это очень плохой сигнал. Тем не менее, меняют правила в МВФ, но ведь не США финансируют, а МВФ все участники этой международной организации. То есть, опять перекладывают финансовую нагрузку за совершенные политические ошибки на все международное финансовое сообщество. Сами не хотят нести эту нагрузку. Но мне кажется, что все-таки осознание того, что надо действовать в рамках цивилизованных правил, а не пренебрегать ими, все-таки осознание должно ко всем прийти, если уже не приходят. Потому что вот об этих низких договоренностях мы много раз слышали и говорим. В том числе это касается и продления вот этой рестрикции со стороны Запада в отношении России. Ну, слушайте, мы что ли должны принять изменения в Конституцию? Да нет, конечно. То есть все все уже прекрасно понимают. Но думают, что надо поднажать на Россию, чтобы она еще чего-то где-то уступила. Это вообще не наше дело уступать там или на чем-то настаивать. Мы-то исходим только из одного, что мы не можем просто отдать наследение националистам тех людей, которые на юго-востоке страны проживают. И не только русских, но и русскоязычное население, которое ориентируется на Россию. Нет ничего избыточного в этой позиции. Хотя, как мы с вами заметили, украинская комиссия по реформам даже ругается на русском языке. Местный президент на русском пытается их разнять. Это забавно, что они так русскому языку хорошо. Хорошо, хоть не на грузинском или на осетинском. Но это же смеху подобно. Это трагикомедия какая-то. Это когда представители Кавказа подают себя большими защитниками интересов украинского народа, чем представители самого украинского народа. Как будто они лучше знают, что нужно украинцам, приехав из Грузии, либо будучи, как сейчас сказали бы, иммигрантом во втором поколении из Армении или из Осетии. Они что, кавказцы лучше знают, что украинцу нужно, что ли? Это просто смешно. Смешно было бы смешно, если бы не было так печально. Суверенитет это сейчас основная тема. Каждый раз, когда вы говорите, мы с вами беседуем о новом мировом порядке, как раз кроугольный момент это суверенитет в странах. Тогда с ними можно договариваться. Но тем не менее, остались ли базовые принципы или сегодня все можно изменить, все можно предать ради сиюминутных интересов. И вот вы говорите все время, что есть интересы, интересы. Но вы ведь поступаете по-другому. Вы ведь кроме интересов еще всегда соблюдаете слово, которое даете. И даже в самые тяжелые моменты вы не изменяете этой логике. Вот вы говорили на пресс-конференции по поводу сложных отношений с Турцией. Но вы ведь все равно не нарушили договоренности, не сказали, что там было сказано. Ну, спасибо вам за комплимент. Но я действительно стараюсь не нарушать взятых на себя обязательств, не нарушать тех обязательств, которые мы формулируем как обязательства нашей страны. Вы знаете, это не только исходя из каких-то морально-нравственных принципов, а скорее даже из прагматических. Так легче работать. И вот применительно скажем к сирийскому кризису. Нам легко работать и с президентом Ассадом, и с американской стороной. И я вот говорил об этом недавно с президентом Обамы, и с нашими друзьями Саудовской Аравии, и с других арабских стран. Легко. Почему? Мы не являем хвостом и позицию не меняем. Мы не спеша, прежде чем сформулировать нашу позицию, каждого послушали. И выбрали линию, которая, как нам кажется, приемлема для всех. И не просто нам кажется, а мы же спросили сначала у людей, так или не так, согласны, не согласны. В принципе, по основным параметрам урегулирования все сказали да, 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 да. Но если да, 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 мы тогда сформулировали свою позицию на тех компонентах, которые являются общими и приемлемыми, и нам не нужно теперь прыгать из стороны в сторону, как блохо в Аркане. Извините, ради Бога. Значит, потому что нет в этом необходимости. Она сформулирована на основе наших диалогов, а это придает силу нашей позиции. и вот это не просто открытость, а последовательность и прямо, можно сказать, честность позиции, она придает ей силу. Что же касается основ, о которых вы сказали, есть они или нет, нет пока других основ, кроме международного права, в основе которого лежит устав организации объединенных наций. Мир меняется, конечно, и устав организации объединенных наций, и миропорядок, сложившийся и действующий до сих пор, он возник по итогам Второй мировой войны. Расклад сил явно изменился, и, безусловно, мы должны это учитывать. Это правда. Та же самая Федеративная республика Германия, но не могут все поколения немцев чувствовать себя прожженными в правах за то, что натворили нацисты. Были немцы, которые боролись с нацизмом, были первые жертвы в борьбе с нацизмом. Это и христиане, и коммунисты, кого-то только не было. Антифашистское движение было очень большим. Но об этом тоже нужно подумать. И я считаю, что я вправе это сказать. Не только как президент, глава российского государства, но как член семьи, в которой много погибших и пострадавших. У меня со стороны мамы и со стороны отца погибших больше, чем оставшихся в живых после Второй мировой войны. Но для того, чтобы современная международная обстановка менялась и менялась в направлении повышения стабильности, нельзя не учитывать современную роль Германии, которая может и должна играть на международной арене. Вот это все надо иметь в виду, учитывать и развивать международные отношения в направлении придания им большей стабильности. Когда случился теракт над Синаем, а потом, когда погибли наши ребята в Сирии, у вас была очень эмоциональная реакция. Было видно, что это восприняли как личную трагедию. И когда случился Париж, вы тоже были одним из первых, которые позвонили. Насколько это влияет на принятие решений? Насколько вот эта боль влияет на вас и на определение политики России? Эмоции неизбежны, но они не должны влиять на качество принимаемых решений, потому что за этими решениями стоят интересы миллионов людей, миллионов российских граждан. И каждое решение должно быть выверено и для дня сегодняшнего и должно иметь положительный результат в среднесрочной и более отдаленной перспективе. Владимир Владимирович, война будет? Вы имеете ввиду глобальную войну? Надеюсь, что нет. Во всяком случае, в современных международных условиях это было бы планетарной катастрофой. И хочется надеяться, что не найдется на планете Земля сегодня человек сумасшедший, который решится на использование ядерного оружия. Но как фактор сдерживания Россия, как одна из ведущих ядерных держав, будет это оружие совершенствовать. ядерная триада лежит в основе нашей политики безопасности. Но мы никогда не размахивали и никогда не будем размахивать этой ядерной дубиной, но в нашей военной доктрине ей отводится надлежащее место и надлежащая роль. Спасибо, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович.